здрасте сегодня у нас 12 часть по проекту только факты на сегодня у меня планы сделать страницу отображения одного факта то есть по клику из списка я должен перейти на страницу о факте показанием информации для того чтобы это сделать не должна быть разметка собственно игре и бэкэнд поэтому я буду делать и бэкэнд в том числе и наверное давайте приступать чтобы не затягивать время ну пока загружается visual studio я уже по традиции расскажу вам факт дня но даже не столько факт это фраза дня будем считать она сегодня звучит на следующим образом одна голова хорошо одна нога плохо но и раз у нас уже почти что загрузилась студия давайте заканчиваем и переключаемся visual studio и начнем писать код я в комментариях получил просьбу о том чтобы сделать средь побольше давайте я сделаю ну допустим 150 наверное 150 много давайте сделаем 125 но вот примерно вот так я думаю что будет нормально отпишитесь если хорошо то продолжим смотрите я немножко изменил описание здесь у нас была какая-то билиберда в общем видимо писал я в торопях теперь я знаю точно что нам нужно сделать значит для детального просмотра нужно выбрать факт для этого нужно проверить чтобы у нас работал роут на страницу шоу я напоминаю что у нас роут и где того здесь лежат вот здесь вот роут и я их описывал одном из видео и дальше мне нужно сделать разметку для этой страницы это дальше мне нужно давайте прям вот так и буду показывать дальше мне нужно сделать реквест который будет уходить на страницу и response который будет возвращаться более того я обращаю ваше внимание что у нас страница main она еще не закончена потому что здесь помимо того что вот мы делали на граммной странице разбиение и все такое у нас до сих пор не работают фильтры фильтры не работают ни по тегу не по поиску поэтому мне придется их все-таки доделать но это будет немножко потом чтобы можно было по количеству отображения на странице увидеть и перейти на нужный факт для этого конечно же потребуется ну вот это вот вот это вот страница то есть мы сегодня будем делать но и после вы как она будет закончена можно уже собственно говоря приступать уже их странице администрирования и в общем вот такие вот кратенькая план я описал ну а для начала давайте вернемся к роутингу и собственно говоря у нас есть давайте еще раз открою вот это вот правило вот это вот секунду так где она где она где на вот для просмотра страниц то есть вот в 36 строчки мне нужно проверить чтобы роутер отработал на страницу шоу то есть у меня будет в контроллере факт какой-то метод который будет называться шоу давайте упрямо часу так вот и создам у меня здесь есть специальная кнопка называется шоу роуты мне здесь не нужны они рисуются в другом месте и для того чтобы не перейти на эту страницу соответственно мне нужен факт идентификатор и он у меня будет и для того чтобы он вернул здесь что-то мне нужно здесь что-то типа медиатор но в этом чуть позже но для того чтобы проверить что это работает давайте создадим но здесь во первых не вне окей а вью потому что это у нас им весе окей этот джейс в смысле для в припи теперь давайте добавим в юшку и проверим что роут сюда попадает нас вот есть факт я видимо начал делать факт до фактки моду давайте вот переименую так если у меня есть они это паршал view мне нужно сделать страницу который называется шоу си шарп хтмл ой си шарп хтмл ну и я наверно скопирую некоторую часть хотя не буду ничего копировать мне мне тут нужно просто всего лишь даже ничего мне здесь нужно просто написать х1 табуляция нажать шоу мне нужно просто попасть на эту страницу чтобы проверить что вот эти роуты работают я напомню кратенько что такое роуты роуты это таблица сопоставления ваших контроллеров запросами пользователя вот если так вот абстрагироваться от того что это реально работает по другому немножко принципу там есть куча проверок куча всяких пайплайнов отрабатывает то есть в поп-лайне отрабатывает кучу всяких ладно не будем про это смотрите роуты работают следующим образом у меня в таблицу эндпоинт добавляется эндпоинт и map road то есть я как бы маплю да то есть как по-русски то будет выразиться я споставляю url допустим я хочу на индекс попадать но у меня есть определенное количество запросов то есть критериев до параметров этого запроса и вот они перечислены тег search поиск давайте вот так сделаем вот и для того чтобы меня отработал запрос напоминаю что нам сюда нужно чтобы вернулся page индекс тег search вот мне нужно чтобы роуты отрабатывали они отрабатывают во-первых в определенной последовательности да то есть вот вот так вот они идут до сверху вниз если этот роут не попал сюда отрабатывает этот если этот не попал значит то есть если не совпало особенно ну то есть запросы к нему и контроллер который про что да и в конце концов у меня есть дефолтный который вот здесь вот вот у меня остался без изменений если интересно видео предыдущие посмотрите там рассказывал почему его всегда оставлять то есть если из этих роутов никакой не сработал сработать последний а здесь у меня по умолчанию стоит фэкс и здесь по умолчанию индекс и есть опшена такой параметр то есть другими словами если я буду запрашивать фэкс и не индекс а например буду запрашивать сюда факт то у меня роуты должны сработать и для того чтобы это проверить давайте проверим для этого у нас есть ссылка на индексе которая нет на факте вот у нас есть в а вот факт link я специально сделал один надо и теперь если здесь напишу шоу она теперь должна мне подсветить ссылка на факт и давайте запустим и проверим что это сейчас реально работает что роуты не сломались я вам настоятельно рекомендую перед тем как вообще что-то делать какой-то какую-то страницу вашего приложения нужно проверить что на нее реально попадают роут потому что можно сделать такой функционал который потом придется переделать и так вот я нажимаю роут у меня подсветила ссылка шоу я нажимаю и вот собственно говоря я попал на эту страницу шоу то есть все четко все работает единственное что мне не нравится так это то что обратите внимание что у меня и факт и шоу показывается с большой буквы в общем это мне не нравится потому что большие маленькие буквы в уралах они являются различными и статистика будет считаться на каждую из лоу кейс или короче я понял в общем давайте сделаем маленькими это привычка если вам не нравится ставьте большими и так для того чтобы это сделать мне нужно перейти на стартап и в настройках поставить сервис с от раутинг и здесь написать нужно конфиг и собственно этот конфиг переопределить ну во первых я хочу сделать о нет конфиг кури стринг тоже чтобы были маленькими и конфиг чтобы сами урелс тоже были маленький пол отлично и теперь можно запустить еще разочек ой ну а теперь как вы видите ссылки у нас маленького размера смысле low кейс то есть маленькими буквами прописными но и дальше что нужно дальше нужно все-таки здесь что у нас тут появилась а потом дальше будем посмотреть далее давайте посмотрим таким образом у нас есть индекс страница я напоминаю что у нас пока работает только индекс так и search пока не работает мы это будем реализовывать потом когда займемся снова главной страницы для начала нужно сделать что-то подобное для get page о get fuck by id и для этого давайте его это будет квэр то есть я буду получать факт соответственно get by айди ну и здесь я напишу сишар здесь напишу реквест и это будет ну во первых наверное да оперейшен реквест это будет оперейшен резал три квест бейс почему потому что я хочу возвращать оперейшен резал то есть в рапнутый обернутый вариант факт view модул view модул вот так вот потому что если допустим факт не найди нужно пользователю об этом сказать его это будет сообщение или допустим на него нет прав на посмотра этого факта ну например он скрыт или матершин или еще какая-нибудь хрень и для того чтобы мне указать какой идентификатор факта передавать мне естественно нужно этот идентификатор получить я буду получать здесь и это у меня будет автосвойства так я хочу чтобы она была наверху вот и для того чтобы убедиться что это не пустой гуит можно в принципе проверить и здесь сделать а можно уже непосредственно в хендере ну и давайте я вот таким вот образом поступлю я в одном файле всегда помещая и реквест и хендлер чтобы было удобно искать здесь оперейшен реквест хендлер это как-то они так называют а да все правильно здесь нужно поставить запятую написать факт get by айди реквест и вот таким вот образом это будет красиво выглядеть так это я уберу в здесь напишу две скобки ну и во первых это у меня будет асинковая операция то сразу напишу асинхронная вернее операция напишу и синг и сюда для того чтобы обратиться в базу данных я создам конструктор здесь не шоу а юнит о ворк соответственно пусть он так и называется теоретически мне сразу потребуется а и маппер хотя наверное не обязательно давайте попробуем без маппера маппер над понимать что так или иначе живет ресурсы в общем нужно как бы если есть возможность не использовать не используйте если у вас какие-то более сложные механизмы при преобразовании модели во вью-модал ну тогда велком маппер если нет то я бы наверное покажу и так и так сейчас посмотрю показывали это ранее да здесь я использовал маппер даже пачку мапов в смысле пачку айтемов ну а здесь возможно сейчас сделаем таким образом чтобы не использовать маппер так вар я давайте я создаю обычно так вот operation резалт факт new model и потом делаю риторн оперейшн и в общем то теперь мне нужно этот как раз оперейшн заполнить не до этого нужно в ай факт я обычно пишу нтт чтобы точно знать что эта штука пришла из базы и теперь мне нужно юнит ворк get репозиторий и здесь у нас будет факт и есть такой у нас репозиторий да хочу и дальше смотрите я хочу что я хочу сделать первый нет я хочу get first default ну естественно и синг и естественно нужно написать сюда x ну смысле предикат состряпать айди эквал реквест айди ну то есть тот самый и который вот этот вот это вот один и тот же айди то есть я в запросе отправил айди здесь его перекинул вот он факт приобретел вот в реквесте вот этот айди и в общем раз у меня он и синьковый значит нужно написать и вы это обязательно так и он у меня здесь потерялся потому что не знает что это за предикат но я напоминаю что здесь их вон сколько и предикат и order by все это практически одно и то же и поэтому здесь явно укажу название параметра который я использую и это будет предикат соответственно на выходе у меня будет предикат но я уже сказал что можно не использовать маппер и поэтому я сделаю таким образом я этот предикат оставлю здесь а здесь напишу selector selector это как раз то что у меня будет на выходе я скажу что у меня будет факт view model и ups и теперь единственное что мне нужно это его наполнить и он меня простой поэтому я сделает по простому собственно контент у меня будет это selector . контент айди соответственно с айди ну креетит равен с креетит и соответственно текст это здесь у нас чуть чуть посложнее вариант мне нужно вот эти теги а чтобы они появились коллекции так у меня здесь здесь у меня тоже в моду ну в общем то теперь понимаете да почему все-таки использовать маппер лучше потому что в макере я один раз задал информацию о том каким образом факт преобразовать во факт view model и соответственно теги преобразовать во в тег view models вот в данном варианте если вы мне не было тегов ну давайте кстати их подключим потому что они мне не подключены и это я сделаю инклуды так стоп я не туда написал так скобка открывается вот в 10 предиказ , инклуды мне нужно заинклудить сюда вот те самые теги чтобы они тоже пришли ой инклуд не могу говорить и писать x будет вот таким образом у меня еще сюда попадут и те самые теги которые можно преобразовать но еще раз на чем остановился можно не использовать автомаппер который позволит вам ну в общем то как бы сократить используем памяти но опять же повторюсь использование автомаппера используем медиатора но дает настолько большие плюсы что в общем то но я готов поступить с этими там там 10 там 15 30 там 100 в конце концов миллисекунд на запрос ну лишь бы это быстрее допустим написать другой вопрос когда у вас требуется уже какая-то оптимизация и нужно там какой-то готовое рабочее приложение на который наложены юнит тесты которые трудно сломать ну или почти трудно сломать вы начинаете его оптимизировать используя такие вот подходы что напрямую без маппера в общем я думаю что у меня поняли и в данном варианте я не буду использовать селектор я сделаю по образу подобия как я делал раньше я использую все таки маппер и сюда я его сделаю вот таким способом а и маппер это у меня упс маппер запятая и я добавлю его поле сюда ну и соответственно на выходе у меня будет entity в него подключены давайте так вот красиво сделаем теги и единственное что мне теперь остается это сказать оперейшен резалт резалт равен маппер нет маппер . map ну как раз здесь у меня будет факт view model enter и сюда дать этот entity который преобразуется в нужный мне формат и я могу отдать оперейшен резалт ну допустим это success но опять же это для логов можно написать или написать оперейшен давайте вот так вот сделаем ну если допустим success нужно выдавать наружу то это будет метод дать и запись у этого самого оперейшена а если допустим что-то в логировании нужно проект прокинуть да ну давайте я тоже покажу этот вариант оперейшен . пент лог и могу сказать все еще давайте так вот факт in db ну или так у db это я поставлю ups это я поставлю вот здесь и здесь я говорю что если у меня этот самый энтити равен ну почему ну потому что дефолт может быть ну давайте я вам по модному напишу напишу вернее прошу прощения заговорки очень трудно и видео снимать и писать и при этом не волноваться из ну то есть если у меня энтити не найден тогда в оперейшен резалт говорю а пент лог ну или нет давайте я сделаю так ворнинг это ворнинг давайте напишу факт ой факт не найден в базе факт не найден давайте так пока становись а давайте напишем факт с идентификатором вот так вот напишем request айди вот такой вот не найден и здесь делаем return оперейшен в общем все мы сделали все что могли факта нету до свидания ну а если найден мы пишем оперейшен опять же я может быть слишком надумываю информацию то есть надумываю вообще функционал но я вас уверяю что в серьезных больших приложениях это в общем то имеет место быть и логирование но на самом деле очень важно я вот так вот напишу по-русски давайте факт но металлок я в логе обычно пишу на английском ну и так вот напишу факт фаунд мне этого достаточно и дальше напишу эту кнопку нажал напишу маппинг упс и вы здесь могу сказать оперейшен акт лог ритурн факт ой ритурн нинк давайте так вот ритурн факту юай ну и в общем то я здесь у нас наполненный все в общем то получается красиво другими словами вот этот вот это warning от саксес и это он попадает в метадату и отписывается на юай то есть если показать из чего состоит оперейшен результат опять же это хочу сказать что это всего лишь для моего оперейшен резалта вас может быть как-то это другой который будете использовать не проблема другими словами я просто приготовил себе этот перейшен резалт я бы использую мне в общем то удобно и я просто показываю как как я использую другими словами смотрите у меня сейчас эта система готовы и я в принципе могу вызвать ее здесь и так я могу сделать следующее факт равен медиатор send в общем то здесь у меня будет факт get by айди реквест сюда я должен передать тот самый айди но в общем смотрите я не сделал проверку что у меня здесь айди валидный но я думаю что если он даже будет не валидным просто будет не найден и не буду делать проверку хотя в принципе можно сделать еще и проверку ну и сюда соответственно вернуть факт потому что ну во первых сент у меня должен быть в рейт ну то есть это синхронный метод и соответственно task тоже должен быть и вейт и сюда раз это и вейт я могу передать http контекст реквеста борта ну чтобы конкурсен токен отменил все действия ну и чтоб сэкономить это вот все я могу это сделать вот так в общем будет красиво потому что мне сейчас предложит сделать туба него таким вот образом в общем красота просто ну и здесь принципе тоже можно сделать самое давайте так и сделаем мне дополнительная обработка не нужно и вот подсветился в общем ups да хочу и я делаю вот так в общем красота порядок ну и теперь можно это все запустить но перед тем как запустить нужно немножечко изменить его и чтобы мы хотя бы увидели что там происходит и для этого нужно указать что мы сюда будем получать модул который называется факт view модалл и во первых заголовок можно указать ну давайте сделаем так если модул который сюда пришел равен ну то это один вариант и элс ой элс это другой вариант модул ну это значит сюда вообще не пришел факт а я сюда подождите я сюда не факт отправляю я сюда это отправляю здесь мне выходе оперейшен резалт поэтому я сюда буду отправлять оперейшен резалт и это будет вот так вот оперейшен резалт вот такими вот скобками alt enter да и модул у меня будет являться оперейшен резалтом то есть если мне вообще сюда ничего не пришло я скажу ну давайте вот так сделаем ну видимо какая-то ошибка произошла когда мне вообще ничего не произошло ну давайте так и напишем ошибка выполнения в общем я бы на вам рекомендовал бы ой что неправильно написал ошибка ошибка выполнения какая-нибудь или в общем не знаю какой может быть вариант что оперейшен резалт вообще сюда не пришел то есть код написан таким образом чтобы он сюда пришел в любом случае потому что он создается но в общем не знаю это будет вообще какая-то критическая ошибка давайте я не буду ее описывать но я могу сказать что если у меня резалт не пришел то есть у меня модул пришел однозначно вот резалта нет то есть резалт и снул то есть он пустой не добавлен или другими словами у меня есть в модели которая это оперейшен резал там есть окей то есть если не окей то у меня это значит факт не найден и я сделаю таким вот способом здесь делаю так вот п здесь напишу класс alert alert скажу какой-нибудь warning вот такой ой warning так то студент подсвечивает мне красоту и если у меня здесь какая-то ошибка то она наверняка описана как раз в том самом вот метод дата локс но у меня здесь есть get message warning то есть просто покажется ошибка и давайте я наверное это продемонстрирую чтобы было понятно что я имею ввиду то есть понятно если у нас не пришел тег а я добавлю какой-нибудь несуществующий идентификатор во первых смотрите если нажимая ссылку мне здесь показывается шоу что соответственно верно если я здесь заменю какой-нибудь ну вот такой вот несуществующий не нажал enter то у меня получается ошибка факт с таким не найден ну и в общем здесь еще куча всякой информации который сюда прописывает и логи это мне не нужно наверное это чрезмерно тут все ошибки все месседжес мне не нужны давайте я сделаю вот таким вот образом и напишу мета дата этого будет достаточно так это я сохранил тогда можно нажать f5 без компиляции сейчас рейзер отрендерит страницу уже с новой разметкой и да ну в общем вот что я хотел показать я это показывает круто но еще надо сказать да нет пусть пока остается так но и если у меня есть этот самый как он называет факт но я тогда здесь просто покажу моду пусть это будет резалт и соответственно ну айди наверно плохо показывать да давайте я здесь вот что покажу я скажу паршал нет паршал name и это будет текс и этот текс так я наверно что не так сделал сейчас поправим я хочу чтобы меня теги были в заголовке ну вот я такой вот странный человек хочу чтобы у меня наверху в теги в большом заголовке были ой смысле в теги в большом заголовке были теги а здесь я хочу написать ну давайте п напишем пусть это будет параграф пусть у него будет класс лид чтобы большой был и здесь я хочу отобразить нет не так модел . резал . контент я передумал у меня теги будут гиф вот таком внизу а здесь просто ой а здесь будет ну пусть будет тоже п и я здесь хочу отобразить моду резалт и хочу показать дату создания все пока больше ничего сохраняем нажимаем f5 смотрим да конечно мне такого факта нету я хочу от а теперь точно я вижу что у меня тут что-то не работает а ну в общем то я использую паршал view а туда ничего не отправляю поэтому мне так и говорит что чё ты какую-то фигню пишешь а модула у меня соответственно будет модул . резалт еще раз опять отлично теперь у меня модул говорит что не совпадает view модул а нужно чтобы я туда давал коллекцию и модулов так интересно текс ну значит я сюда должен отдать о у меня а вот и текс еще раз опять ну и в общем получилась картинка да может быть не очень корректно отображается название может быть нужно отступить ну смотрите это вот первый вариант до отображения который как бы нарисован вручную я показал что я использовал этот самый паршал но если вот это вот все закомментировать и сказать что я хочу что у меня здесь был паршал у которого есть name который называется факт и соответственно модул у меня будет естественно давайте так вот модул . резалт я нажимаю в 5 ну и в общем то вот так чему я вас и стремил да то есть одинаковое отображение ну да только чуть-чуть по моему отличается да здесь вот широкая здесь вот ровненько ну ладно это уже как бы нюансы и факты здесь уже как бы ни при чем это видимо его и чуть пополз но так бывает и в общем когда нажимаю на конкретный факт вот у меня ссылка вот мне это одну ссылку здесь уже нужно блокировать потому что она как бы как вы понимаете бессмысленно и здесь на что я хотел сказать можно нарисовать вручную опять этот юай и как-то может быть другой паршала используйте в другом месте но я буду использовать уже существующий потому что он у меня уже есть я вас этой целью создавал и таким образом можно вот это вот манипуляции этими вьюшками и вами делать что же касается ссылки смотрите у меня ссылка здесь пока отображается всегда то есть без без каких-либо ограничений другими словами неважно пришел я сюда вот отображая здесь она как ссылка а когда пришел здесь она мне тоже как ссылка я бы хотел чтобы она здесь была скрыта ну или недоступна но хотя с другой стороны ну в общем это делается очень просто сюда прокидывается параметр то есть там где я параметр смотрите я и вот у меня есть факт вот и использую здесь паршал вот использую факт link и моду я сюда добавляю какой-нибудь параметр ну например view data равно допустим труда я постойте какой тру здесь нужно чтобы был view data то есть есть объект который называется ее дата который попадает на каждую юшку грубо говоря он шарится его можно наполнять таким образом если я скажу что я вот отсюда вода ну давайте вот так сделаем я покажу пока это локально вот в этом view view data давайте скажем что у нас есть шоу link какой-нибудь равен true ну и давайте да давайте не давайте скажем наоборот от обратного чтобы хайд да чтобы трубы ой фолс было по значением по умолчанию равен true то есть я могу теперь вот так вот сказать что вот так и здесь ю дата передаст а в этот самый link я теперь сюда прихожу и говорю есть ли нет я хочу сказать есть ли view дата я скопировал я так вот ставлю из not 0 то есть если там указаны какие-то значения тогда но теоретически могу сразу поставить вот так вот то есть если у меня она скрыта по умолчать то есть по умолчанию не отображается а если там к что-то написано и это написано равно true тогда ну давайте вот так вот напишу ну пусть будет span hidden другими словами если сейчас запущу у меня будет по умолчанию true и на всех страницах всегда эта ссылка будет скрыта то есть будет написанных hidden хайден как по-русски-то скрыт а вот как вы видите скрытая только не могу показать на той страницу но поверьте что на на странице шоу да давайте факт вот так вот нет такой страницы не существует и слышь факт наверное ну ладно поверьте что она закрывается чтобы не тратить время ну и теперь если поставлю false сохраню и нажму их 5 то она везде появится а вот и не появилась видимо я что-то напутал и здесь посмотрим есть лихает из not ну а она не not ну ну да конечно мне нужно здесь не так сделать мне нужно здесь вот это вот вообще удалить и тогда ссылка откроется а так у меня она либо true не равно но либо false не равно но но вот как видите я теперь могу так вот нажать среднюю кнопки мышки откроется страница и здесь ссылка тоже доступна ну а здесь я теперь могу сказать даже не так давайте попробуем в этот паршал view который называется факт прокинуть из главной страницы вот вот такую информацию из индекса хидлинг хайдлинг фолс а из шоу страницы соответственно где мы будем отображать я сделаю так сейчас секунду вот model нет не так вот так я сделаю чтобы страница была ссылка закрыта ой true и теперь мы запустим еще раз ну верни можно обновить просто страницу здесь как вы видите ссылка осталась а здесь как вы видите ссылка скрылась то есть вот этот view дата он прокидывается сквозь страницы и можно накидывать его нужной информацией и в общем-то проверять их наличие управлять ими но я думаю что вам ой не сработало так вот это же интересно так секунду и тут false и тут false ну видимо я а ну да смотрите я проверяю факт нет факт линк на наличие из нул а не значение поэтому мне нужно отсюда просто удалить это значение теперь нажму f5 да ссылка есть а когда перехожу на страницу то соответственно ссылка скрыта вот вот таким вот образом работает то есть если я здесь оставлю false тогда мне нужно вот здесь проверять что не только значение какое-то не нул то есть получается что я сам флаг проверяю наличие его они его значение но я думаю что понятен принцип как это работает я думаю что разберетесь в общем если возникнут вопросы пишите итак ссылка у меня здесь скрывается ну в общем я это больше для того чтобы показать как это работает и теперь что дальше ну наверное нужно немножечко остановиться и в следующем видео уже подготовить главную страницу может быть я немножко поправлю но уже без вас чтобы вас не задерживать ну вот это вот отображение вот ну и что дальше я имею ввиду что здесь теоретически ссылка тоже нужна потому что пользователь может скопировать ее или отправить здесь дальше будут добавлены ссылки на возможность редактирования то есть если пользователь зашел до вошел то есть ввал логин и пароль то он администратор соответственно и здесь у него должны появиться ссылки на редактирование или там допустим на удаление факта дальше но это мы будем делать чуть попозже а пока смотрите у нас не работает не поиск не фильтр по тегу да и вот наверное в следующей серии так где-то тут у меня есть этот ридми следующей серии я как раз и написал что мы как раз займемся вот эти фильтрации и пока на этом нужно остановиться в общем я благодарю вас за внимание спасибо что смотрите спасибо что комментируете пожалуйста отпишитесь комментариях о том нормальный размер или может быть побольше и может быть поменьше на этом наверное все всего доброго и пишите правильный код